Ну вот здесь все-таки каждый должен отвечать сам за себя. На сегодняшний день уже и в СМИ это известно, и из выдержек даже уже не наших информационных каналов, а и BBC, и CNN показывают, что все ближе и ближе это приближается к тем регионам, где процветает туризм. Каждый должен решить для себя сам, готов ли он рисковать. Если он готов рисковать, ну, наверное, да. Хотя мы сегодня знаем, что там порядка 25% на сегодняшний день направления Египта все-таки люди начали сдавать и начали думать головой. Мы же часто головой не думаем. Мы почему-то всегда думаем, что ни революции, ни болезни, ни катаклизмы лично меня не коснутся. Вот всех касаются, но лично меня нет. Титаник это не тот корабль, на котором поплыву я. Нет. Иногда это тот самолет, это тот корабль, это та гостиница, иногда это именно та страна. И поэтому вот здесь нужно подходить очень серьезно к этому вопросу. Как самому путешественнику, так и властям, которые сегодняшним днем разрешают, хотя сегодня уже есть рекомендации, да, они прозвучали, прозвучали очень хорошо. Но я думаю, что МИДу России нужно не только дать рекомендации, а в какой-то мере просто высказаться, что, ребята, если вдруг что-то с вами случилось, имейте в виду, это на вашей совести. Это вы так решили, потому что вас предупреждали, что революция – это революция. А дальше, ну, не знаю, если сегодня компании, которые продавали путевки, смогут их компенсировать и при этом не разоряться опять огромное количество мелких, маленьких, некрупных компаний, ну, тогда мы отделались легким искубом. Но надеяться на то, что сейчас все быстро закончится в Египте и все станет так же хорошо, мне кажется, в этот сезон, сезон этого лета бесполезен. Все только-только разгорается.